И в вечернее время продолжились мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Они состоялись в городском Северном парке. Большой интерес у славянцев, особенно у молодежи, вызвала военно-патриотическая выставка в Северном парке, на которой были представлены образцы вооружения, снаряжения, обмундирования, а также бытовые предметы солдат и офицеров, которые участвовали в сражениях Великой Отечественной войны. Впечатляет то, что большинство артефактов было найдено славянскими поисковиками в ходе работ по увековечению памяти героически павших воинов Красной Армии. Выставка от поисковика Евгения Борискина заслуживает самых добрых слов. Они сразу приходят спрашивать, а это настоящее, а это правдочное? Да, это все настоящее, это правдочное. Все вот то, что здесь находится, было найдено нами на боевых позициях голубой линии. Все то, что мы пытаемся показать, ребятам очень интересно, они запоминают. Мы позволяем в конце каждой экскурсии, позволяем и пофотографироваться, и примерить какое-то снаряжение. Вечер военной песни состоялся в лаунж-зоне парка. Эту отличную возможность проявить свои творческие способности и выразить патриотические чувства использовали певцы нашего муниципалитета. Они подобрали песни, которые бы отражали любовь к родине, а также реалии военных лет. Звезды накрыли я, это ли да? Цели накрыли ли точный удар? Под облаками пешкой летит штурман над нами. ПЕСНЯ 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 Когда потемнело, участники акции «Огненные картины войны» выложили звезду и слова «Помним» из горящих свечей. Это стало ярким символом неугасаемой памяти славянцев, почитания и уважения фронтовиков, наших героических дедов и прадедов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».